Здравствуйте! Вы смотрите программу «Управдом» в студии Наталья Бернацкая. Сегодня в выпуске. Насколько возрастут поставки бурого угля для нужд ЖКХ при Амуре? Какую котельную ждет полная модернизация? Для кого оборудовали отдельный вход в квартиру? И где в областной столице появились новые аллеи? Не переключайтесь, программа будет интересной. Не успел отопительный сезон закончиться, как область готовится к началу нового. На днях в областном правительстве глава региона встретился с руководством компании «Русский уголь». Главный вопрос – поставки бурого топлива для нужд ЖКХ при Амуре. Как сообщает пресс-служба областного правительства, в результате рабочей встречи была достигнута договоренность о своевременном создании запасов бурого угля. 250 тысяч тонн топлива должны быть поставлены на склады теплоснабжающих предприятий области к началу предстоящего отопительного периода, то есть к 1 октября этого года. Плюс были согласованы поставки угля с октября 2017 по мая 2018 в количестве 486 тысяч тонн для бесперебойного прохождения отопительного сезона. По сравнению с прошлым отопительным периодом объемы поставок увеличились на 18%. Александр Козлов во время встречи отметил важность участия русского угля в социально-экономическом развитии при Амуре, как основного налогоплательщика. Глава региона дал поручение главам муниципальных образований взять на особый контроль свои временные расчеты предприятий ЖКХ с поставщиками. Губернатор уделил внимание и повышению качества коммунальных услуг в течение отопительного сезона за счет улучшения качественных характеристик поставляемого топлива. В Тынде продолжается модернизация котельной. На изготовление основного и вспомогательного оборудования станции будет потрачено более 300 миллионов рублей. Ход работ проинспектировала региональная комиссия, которую возглавил заместитель председателя правительства области Дмитрий Тетенькин и директор экспертно-аналитического департамента фонда содействия реформированию ЖКХ Олег Радченко. Напомним, в 2016 году было подписано соглашение по передаче котельной железнодорожной компании в собственность администрации города Тында с последующей реконструкцией котельного комплекса. Ремонт на станции находится на особом контроле региональных властей. Как отметил зампред Амурского правительства Дмитрий Тетенькин, сегодня важно соблюдать установленные сроки, ведь от реализации этого проекта зависит благополучие жителей северной столицы. В настоящее время модернизация котельной подходит к концу. На 97% выполнена установка дробилки, проводится замена насосов, редукторов, электродвигателей, ленточных конвейеров и другого оборудования. Водозабор Северный проводит плановое отключение воды. Без горячего и холодного водоснабжения часть Благовещенска останется на два дня. Без воды останутся жители районов комбината Тепличный, КПП, Хлопкопредельной фабрики, Мясокомбината, Птицефабрики, Маховой, Паде, Астрахановки, района Агромаш, микрорайона номер 3, улиц Зеленой, Строителей и Кольцевой. Воду отключат 22 мая в 22.00 до 24 мая в 22.00. В остальной части города в эти дни будет снижено давление водопроводной сети. Население при Амуре стало активнее платить за электроэнергию. Собираемость составляет 99%, а суммы задолженности амурчан уменьшаются, сообщают в ДЭКе. 16 мая состоялась пресс-конференция, на которой журналистам рассказали, сколько в области должников. Амурские предприятия ЖКХ продолжили тенденцию наращивания долгов, заявили на пресс-конференции. В сумме они недоплатили 845 миллионов рублей. Часть предприятий должников банкроты, и собрать с них деньги довольно сложно. Сейчас, когда отопительный сезон закончен, в ДЭКе собираются применить самые строгие действия по отношению к предприятиям-неплательщикам, отключить некоторые котельные от электроснабжения. Тем временем в компании отметили особых проблем с физическими лицами нет. Собираемость среди амурчан хорошая, 99%. Да и суммы долгов заметно снизились. Самый большой – 150 тысяч рублей. Средняя величина задолженности на одного потребителя электроэнергии, я имею в виду физических лиц, 900 рублей, то, например, по Сковородинскому, по территории Сковородино, Сковородинского района, эта величина составляет полторы тысячи, по Благовещенску – тысяча, то есть выше среднего. Это территории, где у нас пока с отработкой задолженности не все хорошо. В Благовещенске из открытого окна многоэтажки выпал ребенок. Это первый случай в столице при Амуре с начала этого года. По предварительным данным, трехлетний мальчик облокотился на москитную сетку. Семья живет на втором этаже. Малыш получил травмы, но остался жив. В настоящее время он находится в областной детской клинической больнице. Его жизни ничто не угрожает. На место происшествия сразу выехала оперативная группа. По данному факту сотрудники полиции проводят проверку. Выясняются обстоятельства произошедшего. Дежурную часть городской полиции поступило сообщение от одного из медучреждений города Благовещенска о том, что к ним поступил ребенок с травмами и ушибами. Незамедлительно на место происшествия выехали сотрудники полиции. Предварительно установлено, что ребенок возрастом трех лет выпал со второго этажа одного из домов города Благовещенска. Материалы проверки будут переданы в Следственный комитет для принятия законного решения. Квартира с отдельным входом не роскошь, а жизненная необходимость. По крайней мере для героя нашего следующего сюжета. Из-за серьезного генетического заболевания Владислав Захаров в семи лет передвигается в инвалидном кресле. Но сидеть в четырех стенах не желает. Что совсем скоро облегчит ему жизнь, расскажем в сюжете. Каждый выход на улицу для Владислава американские горки. Благо теперь живет на первом этаже. Раньше спускаться на коляске приходилось четвертого. Впрочем, даже небольшая лестница мужчине обходится дорого. Бывало, что коляски ломались. Спускаемся по лестнице так, скатываемся напрямую прям. Все летит, все летит. Подшипники, колеса ломаются. Особенно передние колесики ломаются. Снял чуть-чуть подлокотники, подножки, чтобы мне полегче было передвигаться. Но и без них коляска весит под 10 килограммов. Попробуй, потягай. На улице же Владислав старается быть каждый день. Четыре года назад задумался над обустройством пандуса. Депутат по округу подсказал про программу «Доступная среда». Помог с оформлением документов. Собирать подписи и согласие от собственников дома пришлось в три раза. Потом ждали финансирования. И вместе искали подрядчиков, готовых взяться за сооружение балкона с въездом. Собирать конструкцию начали чуть больше недели назад. Сначала залили фундамент. После взялись за металлический каркас. Его обошьют, оснастят окнами и железной дверью. Получится отдельный вход. Рабочие признались, несмотря на то, что за такой объект взялись впервые, сложностей нет. Правда, сам проект немного скорректировали. Проект был сначала в Польше и на одно окошко. Мы его переместили из-за того, что проходит канализационная труба с дома. Дорожка планировалась выходить сюда на тротуар. Проход вдоль дома был бы закрыт. И поэтому мы панду сам поменяли в другую сторону. А в обход уложат дорожку, чтобы соседям было удобно ходить. Закончить работы планируют недели через 2-3, чтобы все лето Владислав мог выходить на прогулку, не опасаясь за себя и коляску. Кристина Коширина, Юлия Миширнова, Дмитрий Тарасов. Программа «Управдом». Безопасные водоемы. Амурские спасатели готовят реки и озера Амурской области к купальному сезону. Водолазы обследуют дно, очищают его от бревен, валунов и опасных предметов. Привели в порядок участок Амура от Уралова до Артиллерийской. За работой специалистов поисково-спасательного отряда наблюдала наша съемочная группа. До своего погружения в воду Владимир Шуваев на месте старта готовит снаряжение. Надевает ласты, утяжеленный пояс, страховочный трос. Самая тяжелая – жилет с баллоном воздуха. В общей сложности водолаз нагружает на себя 40 килограммов. Специально для первообластного на спасатели вместе со снаряжением закрепили камеру GoPro. Поэтому работу Владимира можно увидеть его же глазами. Водолаз спускается на дно и начинает осмотр проводить. Обычно это все происходит, но, в принципе, на ощупь, потому что вода очень мутная, видимости практически никакой нет. То есть на ощупь он ложится на дно и потихоньку-потихоньку начинает проводить поиск. Пока водолаз работает на глубине двух метров, его напарник на берегу удерживает страховочный трос. С помощью него водолаз подает сигналы, как себя чувствует и нашел ли что-нибудь. А вот и первая находка – бревно, которое течением прибило к берегу. Деревяшки до камней. От них чаще всего освобождают дно водоема перед купальным сезоном. Как говорят благовещенские ихтиандры, бутылок из стекла стало гораздо меньше. Работа водолаза не для слабых. За полчаса устаешь неимоверно, признаются спасатели. Самое такое, что плохое – это течение работать, потому что тебя несет не удержаться никак. И получается, ты на себя грузов больше вешаешь, а на поверхность ложишься и тебя повезет. До конца месяца спасатели обследуют дно благовещенских водоемов, официально разрешенных для отдыха. Проверят дно Зеев, селе Белогорье, поселке Зазейске, а также в районе переулка Связной. И два участка на Амуре. Также в списке – озеро Владимировское и ручей Буяновский, поселки Маховая Пать. А когда купальный сезон начнется, будут патрулировать эти участки на катерах. Марьяна Геворкиан, Роман Юдаков. Жители района Тайвань благоустраивают свою территорию. По их просьбе более 200 молодых деревьев у кустарников появилось на улице Зеленой. На массовой высадке побывала наша съемочная группа. Места, где будут расти молодые деревья, определяют в администрации, но с учетом мнения горожан. К примеру, по улице Зеленая высадить 200 кустарников и деревьев решено по инициативе местных жителей. Благовещенцы обживают новые квартиры, а скоро будут гулять по новому парку, который создали сами. Вот только заехали, дом строится, все только заезжают. В основном очень много с нашего дома сюда пришло. Парк это, конечно, будет замечательно, очень хорошо здесь. Надо, чтобы город был в большей части зеленый. Чтобы не как в мегаполисах. Очень много у нас приезжих, которые приезжают, видят, что у нас в любом случае он более зеленее, чем в остальных городах. И больше надо, чтобы было где отдыхать, куда ходить. Таким образом, говорят в местном Минсельхозе, благовещенцы отметили Всемирный день посадки леса. К созданию парка по улице Зеленая присоединились чиновники, общественники, спортсмены, воспитанники местной школы Олимпийского резерва. Наш зал, наш клуб всегда участвует в этих мероприятиях, которые дарят тепло, радость людям. Идут все. У нас все дружно. Если общее дело, значит все вместе идем и с улыбкой все это делаем. Маленькие деревья уже появились по улице Зейская, Амурская, Горького, Студенческая. Это саженцы калины, ясеня, липы, рябины, клёна. За неделю экологической акции в областной столице высадили больше полутора тысяч саженцев. А зеленение города продолжат этой осенью. Мы определим те места, где нужно зеленить, после не появится понимание. Мы подготовим посадочный материал и также проведем кругомасштабную акцию по зеленению города Благовещенска. Я думаю, к этому времени и другие районы примут участие. В целом эта акция пройдет осенью в береге леса по всей нашей Амурской области. А пока здесь по зеленой продолжат благоустройство. Построят тротуары, спортивную площадку, создадут и места отдыха. Денис Фериденко, Иван Сюмак. На набережной реке Амур в Благовещенске появилась аллея финансистов. Бухгалтеры и экономисты посадили более 50 саженцев молодых деревьев на пересечении улиц Мухина-Краснофлотской. Акция была приурочена к Году экологии в России, который был объявлен Владимиром Путиным. Поддержку в реализации проекта оказало правительство при Амуре. На зеленение набережной Благовещенска приехало почти 70 человек из Белогорского, Константиновского, Архаринского районов. Это представители муниципальных, региональных и федеральных финансовых органов и министерств. Участок длиной почти в 100 метров, что на пересечении улиц Мухина-Краснофлотская теперь украшают 50 саженцев липы, рябины, тополя. Новый небольшой бульвар будет носить название «Аллея финансистов». Кстати, в этом году исполняется ровно 215 лет со дня образования Министерства финансов России. Его посвятили годовщине, юбилею создания Министерства финансов Российской Федерации. Но создание Министерства финансов России – это 1802 год, 8 сентября. Такая вот дата у нас у профессионалов всегда в памяти. И финансисты Минфин области проводят целый ряд мероприятий. И в том числе они создают сегодня «Аллею финансистов» и пригласили всех бывших и нынешних работников. В год экологии свою лепту в озеленение городов и сел Амурской области внесли энергетики. Акции «Посади дерево», организованные сотрудниками ДРСК, уже прошли в Тамбовке, Константиновке, Волково и Рачихинске. В городе Угольщиков, например, прошло сразу две зеленые акции «Посади дерево» и «Навстречу победе». В ходе этих мероприятий было высажено 60 саженцев сосны. «Аллея энергетиков» появилась на въезде в село Тамбовка. 32 сотрудника этой отрасли высадили 360 саженцев сосны при помощи администрации Тамбовского района. Озеленение прошло и в селе Волково. Местные власти выделили участок в новом микрорайоне, который был построен для подтопленцев. А в апреле сотрудники амурского филиала ДРСК озеленили территорию Центра социальной помощи семье и детям «Росток» в Константиновском районе. Акция «Посади дерево» продлится до конца мая. ДЭК определила лучших потребителей энергии по итогам 2016 года. В Преамуре победителями регионального этапа федеральной акции «Надежный партнер» стали 18 потребителей. Трое – представители муниципальных и региональных органов власти. Кто в этом году стал лучшим, узнала наша съемочная группа. Акция «Надежный партнер» проводится в третий раз. Основные критерии оценки – соблюдение сроков оплаты, использование счетчиков и, конечно, внедрение эффективных технологий сбережения. Эксперты оценивали амурских потребителей по пяти номинациям. Промышленные, бюджетные, сельскохозяйственные и коммунальные предприятия, а также предприятия малого бизнеса. Первое место среди промышленных предприятий досталось прииску «Соловьевский», который потребляет до 50 миллионов киловатт-часов в год. Стабильно развиваемся, наращиваем объемы производства, добычи золота. Это позволяет нам быть финансово стабильными. Благодаря этому получаем такие награды, наверное. В самой проблемной категории абонентов предприятия ЖКХ третий год подряд победа достается коммунальным системам БАМа. А вот в списке сельскохозяйственных предприятий лучшим стал Амур-Агрокомплекс. В год ими потребляется электроэнергия до 17 миллионов киловатт-часов. Расход идет в основном на зерносушительные комплексы. Контроль за потреблением электроэнергии у нас осуществляется на некоторых участках при помощи системы ОСКОЭ. Это автоматизированный учет электроэнергии с дистанционным допуском. То есть мы, находясь здесь в Благовещенске, контролируем потребление в Белогорске, на других участках, в частности в Диме, в Бурейском районе. Так что ведется постоянный контроль. Под контролем электроэнергия и у молочного комбината «Благовещенский». Они – серебряные призеры среди промышленников. При этом сами энергетики откровенно назвали этого потребителя очень требовательным. Некоторое время назад мы с предприятиями сельскохозяйственной направленности очень плотно работали над параметрами энергоснабжения, которые влияют на конечную цену. У крупных потребителей тариф состоит из трех ставок. Вообще непросто. Надо еще качественно управлять режимом распределения мощности. Вот с молочным комбинатом мы где-то примерно полгода занимались такой работой. Наши победители уже вошли в рейтинг добросовестных потребителей всей страны под эгидой «Русгидро». Более того, они автоматически стали претендентами на звание лучших в рамках федерального проекта. Ирина Кобзарь, Михаил Величкин. На сегодня все. Программа подошла к концу. Ищите нас в интернете, в социальных сетях «Одноклассники», «Фейсбук» и на новостных порталах. amurobl.tv и tvgorod.rf. Дозвониться нам можно по номерам 777-201 и 773-445. Смотрите нас снова. Субтитры подогнал «Симон»